Дорогие друзья, сегодня для вас мой новый рассказ, который я написала на русском и на немецком языках. «Говорите друг с другом» или «Sprechen Sie miteinander». Как часто мы говорим друг с другом, как часто мы слышим другого человека, а не просто делаем вид, что действительно понимаем другого. Как часто мы и правда разговариваем. Свой рассказ я начала одной интересной фразой неизвестного автора. «Самая большая проблема в общении в том, что мы слушаем друг друга не с целью понять, мы слушаем друг друга с целью что-нибудь ответить». Как точно сказано. Давайте приступим. Как часто мы разговариваем друг с другом, с друзьями, любимыми, родителями, детьми, родственниками, коллегами и так далее. Здесь я не имею в виду, какие слова мы говорим друг другу, но что мы вынесли из этих слов. Ни для кого не секрет, что человеческое слуховое восприятие часто подобно поговорке «В одно ухо влетело, из другого вылетело». Мы все время находимся в напряжении, постоянно заняты. Работа, учеба, дети, дом, семья, увлечения, друзья – все они требуют времени. А время, как известно, на вес золота. Поэтому не в обиду сказано, но периодически мы слушаем других из вежливости, чтобы не обидеть чувств наших дорогих и любимых. Если честно, вся поступающая информация нами практически не усваивается. Можно назвать редкостью те случаи, когда человек слушает собеседника со всей внимательностью и с неподдельным интересом. Грустно, конечно. И все-таки такова реальность, и против нее возразить нечего. Жизнь, развитие новых технологий, вечно меняющиеся экономические и политические ситуации диктуют свои условия. И нам ничего иного не остается, как согласиться и играть по существующим правилам. Тем не менее, стоит быть внимательнее и постараться не потерять себя, свои ценности родных и близких в спешке и хаосе будней. Только порассмышляйте над тем, когда вы в последний раз действительно слушали другого человека. Или, возможно, вы находились где-то далеко в своих мыслях и просто иногда кивали головой, чтобы создать впечатление того, что, разумеется, беседа вас чрезвычайно увлекает. Глупо, не правда ли? А потом нам якобы неожиданно преподносит неприятный сюрприз, когда все идет не по нашему плану. «И почему это происходит со мной?» Спрашиваете вы себя удивленно. Ответ не за горами. Потому что вы не обратили должного внимания на слова собеседника. Жизнь, по своей сути, проста. Это уже мы, люди, любим все усложнять. Может быть, такова сама человеческая природа. Кто знает. Однако, если бы я и мой бывший супруг проявляли больше заботы друг к другу и нашим отношениям в целом, возможно, мы и могли бы спасти наш брак. Никогда не знаешь заранее. В любом случае, сейчас уже поздно что-либо возвращать. Или мы могли бы раньше понять, что наши жизненные пути и ценности стали совершенно разными, и мы бы сэкономили друг друга несколько лет, вместо того, чтобы изо дня в день ссориться и причинять боль. Все это, конечно, дело прошлого. Тем не менее, существует своеобразная точка невозврата, когда полностью теряется близость с любимым человеком. И больше уже ничего друг с другом не связывает. Чтобы сохранить и укрепить любовь, нужно разговаривать, внимательно слушать и пытаться понять точку зрения другого человека. И что еще важно, всегда уважать достоинства, мнения и выбор любимых. Шутки и смех. Верные помощники поддержать и укрепить отношения с нашими близкими. Они снимают излишнее напряжение, создают уютную и добрую атмосферу дома, делают дружбу крепче, а доверие глубже. Способность подсмеяться над самим собой – еще одно чудодейственное средство в межличностных отношениях. Даже если вы что-то пропустили мимо ушей, что-то важное для собеседника, неприятную ситуацию можно полностью реабилитировать, добавив в нее нотку юмора. Итак, все это были разговоры о делах серьезных и сложных. Немного веселья и радости точно не помешают. Я вспоминаю об одном забавном и смешном случае, который произошел со мной, когда училась на четвертом курсе университета. Нашему гуманитарному факультету вечно недоставало учебных аудиторий, поэтому в моей группе практически каждый день приходилось заниматься во вторую смену. Весной или осенью, в общем-то, не возникало никаких проблем. Однако зимой на улице уже было темно и часто очень холодно, когда нужно было ехать домой, в особенности на общественном транспорте, который ждать можно было бесконечно долго и безуспешно. Это как раз и был мой случай. Стоял декабрь. И, если честно, на редкость морозный декабрь. Каждый день мы учились до позднего вечера. В тот день было особенно холодно, ниже 30 градусов. В качестве бесплатного приложения были сильный ветер, полнейшая темнота, разбавляемая одиноко стоящими уличными фонарями и скользкие дороги. Поэтому еще утром я обратилась к папе с просьбой забрать меня вечером с учебы. Он был не против. Мы договорились о времени, полдевятого. Все начиналось хорошо. Точно, в согласованное время я вышла из университета, попрощалась с друзьями и пошла по направлению к папиной машине. Нужно отметить, что у него был темный зеленый джип, как и у многих других мужчин. А в темноте все машины, мне кажется, на одно лицо. Итак, я нашла наш джип, поприветствовала папу и с облегчением сказала, «Наконец-то мы едем домой». В ответ я услышала, «Хорошо». И мы двинулись в путь. День мой прошел интересно. В институте как раз у нас появились новые предметы, и я на одном дыхании рассказывала папе о своих впечатлениях. Он одобрительно кивал и улыбался. И все же меня не покидало ощущение, что что-то шло не так. Кресло казалось слишком просторным, и в машине находились какие-то странные посторонние предметы. Я обратилась к отцу узнать, в чем причина этих перемен. Он повернулся ко мне лицом, и... Это был не мой папа. Это был мужчина средних лет, очень похожий на моего отца, но совершенно чужой мужчина. Он также смотрел на меня круглыми от удивления глазами, и мы одновременно воскликнули. «Вы кто?» После этого наступила минутная пауза. А затем неожиданно мы оба начали смеяться. Как выяснилось, мужчина его звали Михаил. Действительно ждал свою дочь, которая училась в том же университете, что и я. Дочка была худенькой и аналогичной со мной комплекции. Прибавьте к этому темноту на улице и нашу общую невнимательность. Я была слишком сильно увлечена событиями прошедшего дня. Михаил же пребывал в собственных раздумьях, много работы и проблемные клиенты. Разумеется, мы немедленно повернули обратно. У входа в институт я заметила одинокую фигурку, а также темно-зеленый джип поблизости, в котором сидел мой настоящий папа и, как обычно, неиспешный пил чай из термоса. Я и Михаил сердечно пожелали друг другу всего доброго. Пообещали впредь быть внимательнее, и я направилась к нашей машине. Последовательность действий в точности повторилась. Я села в машину, поприветствовала папу и поцеловала его в щеку, чтобы убедиться, что на этот раз все в порядке. Кроме того, я и правда была очень рада видеть родное лицо. Папа улыбнулся, мне поинтересовался, почему я задержалась, и мы поехали. По дороге домой я рассказала ему всю историю. Он от души смеялся и попросил меня быть осторожнее. Все-таки не всегда безопасно ездить в машине с незнакомыми мужчинами, особенно темными вечерами. История, которая приключилась со мной, одновременно и грустная, и веселая. Она показывает, как часто мы невнимательны друг к другу, и как редко мы действительно воспринимаем то, что нам говорят. Все же я получила хороший урок, и теперь стараюсь слушать собеседника. Конечно, не всегда это у меня получается. И все-таки я продолжаю иногда витать в облаках, И я знаю, однако, что нахожусь все же на верном пути. И к моему рассказу небольшое стихотворение на тему «Разговаривайте друг с другом». Каждый день говорим мы друг другу слова, Что слетают с усами, будто с неба падают капли дождя. Как часто слышу я о других. Слово, способно к жизни вернуть, оно же может убить. И я стараюсь другого понять. Но как же другое о моих желаниях может узнать, Если я промолчу, если слово о том, что хочу, не скажу. И я забываю тот час о тебе, и мысли уже лишь о себе. Что будет дальше, не нужно гадать. С обиды в душе, не в силах друг друга понять. В сердцах произносим слова, О коих жалеем мгновение спустя. Но сказанное уже не забрать, Нельзя повернуть время вспять. Так как же нам быть? Как в мире гармонии жить? Ответ не заставит себя долго ждать. Нам просто нужно стараться другого принять. Таким, каков есть. За то, что он рядом. За то, что он здесь. Благодарю вас, мои дорогие друзья. Я желаю вам всегда быть рядом с вашими близкими. Пусть не всегда это можно сделать физически, Но наше сердце чувствует всегда. Будьте всегда на одной волне, Друг с другом и с окружающим миром вокруг. Также мой рассказ вы можете послушать и на немецком языке. И я желаю вам всего доброго. Ваша Ольга Пазникова. До новых встреч!